Всем большой привет! Вы на канале Вечное Лето, и сегодня будет влог. Мы уже начали готовиться к поездке в Египет, купили всяких разных вещей, которые я вам сейчас покажу. А до поездки остается совсем немножко времени, поэтому мы вот в такой суете, знаете, мы из тех, кто долго растягивает подготовку, а потом последний день бегом стираем и еще собираем. В общем, смотрите, что мы взяли. Такие базовые вещи в основном, и мне кажется, они подойдут для пустыни. С Сашей мы взяли три рубашки, у него катастрофа какая-то с рубашками, и Саша из тех людей, которые говорят, ой, у меня все есть, мне вообще ничего не надо, у меня полный шкаф вещей. Но когда мы уже в какой-то стране, он говорит, блин, мне нечего надеть, вот напишите, ваш муж такой, потому что Саша такой. Я ему говорю, все, садись, посадила его за ноутбук, говорю, заказывай в Заре. И мы собрали большую посылку, все, что нам подошло, мы взяли, а все, что не подошло, вернули обратно. Вот такую рубашку ему взяли, смотрите, цвета хаки. И вообще, знаете, что я обнаружила? Вещи из мужского отдела, они очень хорошо сидят и на женщинах. Поэтому я ему говорю, бери побольше, если что, я буду носить. У нас будет одна вещь на двоих. Вот, посмотрите, мне кажется, красиво будет смотреться на экскурсиях, кроме того, он достаточно легкая, длинный рукав. Если сильное солнце, расправили рукав, если жарко, закатали. И не обгоришь, и не холодно, в общем, комфортно. Дальше взяли ему вот такие бриджи, мне тоже кажется, что они прикольные. Вот так вот они выглядят сзади. Саше вообще трудно подобрать вещи, потому что ему все либо широкие, либо слишком узкие, но вот эти прям классно сидят. Также взяли ему рубашечку в полоску. Она, знаете, как лен, что ли, тоже приятная, летняя. Посмотрите, я буду на себя прикладывать, потому что я тоже на нее уже глаз положила, ее можно шортиками тоже носить. Еще взяли ему вот такую рубашку. Она уже поплотнее. Но, знаете, мы хотим поехать на экскурсию какую-нибудь ночную, а ночью, говорят, в Египте прохладно, поэтому нужно взять что-то типа кардиганчика или рубашки с длинным рукавом. Поэтому вот для этих целей взяли вот такой экземпляр. Я, конечно, тоже себя без внимания не оставила. Я себя любимую. Купила себе шорты. Шорты для тревел-блогера это отдельная песня, их никогда не бывает много. И они как-то у меня быстро изнашиваются. Не знаю почему, уже становятся некрасивыми после нескольких стирок, поэтому периодически их обновляю. Наверное, раз взяла черные. Две футболки, точнее, это топы Zara. Я уже много раз говорила о том, что я их очень люблю. Они очень классные. Вообще, они классно стираются, отстирываются. Они неубиваемые. Взяла белый, черный. И еще у меня есть вот такой вот бежевый какой-то цвет, такой молочный. Ну, тоже прикольный. Базера вещь. Можно надеть шорты, топ и сверху рубашку. Завязать узлом или не завязывать будет прикольно. Еще взяла себе панаму. Вот. Та-дам! Ну, сейчас все носят панаму. Я подумала, я тоже себе куплю панамочку. Это, если что, все Zara. Я перехожу на новую косметику, и мне уже она пришла. Это Филорга. По-моему, она так называется. Это у нас получается крем дневной, крем ночной, сыворотка. А, и вот, затерялся крем вокруг глаз. Тайм филлер. Мне косметолог сказал, что это прям классный уход. И еще не удержалась. Купила в свою коллекцию новый аромат от Maison Francis Courjan. Как-то так он называется. Какой-то у него ванильный такой аромат. Мне очень понравился. Я как раз хотела собрать коллекцию из этих ароматов, потому что мне понравилось несколько. И это последний из всех, что мне понравилось. Теперь у меня их три, и один у Саши. Наконец-то я тоже стала инвестором. Это громко сказано, но, как вы знаете, Саша уже несколько лет инвестирует. И потихонечку меня привлекает к этому делу. И он меня так заинтересовал акциями, что я ему сказала, все, я хочу свой личный кабинет, хочу покупать то, что я хочу. Мне стало просто интересно, смогу ли я в этом деле разобраться. Я просто захожу на рынок и смотрю, как там все растет или падает, сколько денег можно заработать. А ничто так не расстраивает, как упущенная прибыль. И мне тут в один день так захотелось свой кабинет. Я говорю, давай, заведем мне. И он мне завел, и я решила, что каждый месяц буду откладывать по 3-6 тысяч рублей в акции и просто ждать. У меня есть своя стратегия на основании книг, которые я прочитала. Лучший инвестор это тот, кто купил и забыл. И вот я думаю, я буду покупать и забывать. Накупила всего разного. Смотрю там прогнозы, читаю аналитику. Но я одни акции уже продала, потому что они выросли на 20%. Я вам сейчас хочу показать свой кабинет, чтобы не быть голословной. Меня это дело очень увлекло. И если вы тоже хотите приумножать свой капитал, я настоятельно вам рекомендую тоже инвестировать в акции. В общем, акции, которые я удачно купила и продала через 9 дней, и сделала плюс 36%. Смотрите, Саша удивился, сказал, что это компания такая, где ты ее откопала? И он сказал, что я молодец, и этим можно гордиться. Смотрите, компания Кропс. Они делают удобную обувь, знаете, такие как резиновые галошки. Для путешествий, ходить по кораллам в них можно. Мне очень нравится эта идея. Много где и в каких странах продается эта обувь, поэтому я взяла. Купила по 75.25, а продала по 102.34. Но я знала, что так вырастет, потому что я читала прогнозы. И когда цена достигла удовлетворительной для меня суммы, я продала с чистой совестью, накупила кучу еще чего. Сейчас тоже покажу. Вот так сейчас выглядит мой портфель. Кстати, напишите в комментариях, покупаете ли вы акции. Если да, то какие. Я покупаю только дорогие. То есть только крутые компании. Ну, это так в книжках учат. Да, быть может, тут не будет космической сверхприбыли, но зато это стабильно. А я человек стабильный. Купила акции AMD, eBay, Pfizer. Вот это какая-то компания, покупала ее давно. И что-то они какой-то перерасчет. Сейчас дело сказали, еще начислят. Virgin Galactic. Сейчас просто очень хорошо упали эти акции. И они должны вырасти. Я на них надеюсь. Взяла Gazprom. Gazprom почему-то продается так. Один лот. Ты не можешь купить одну акцию по 241. Я очень удивилась. Я хотела купить одну акцию, так для интереса. Нет, один лот 10 штук. То есть минимум ты можешь купить на 2400. Вот, но они растут. И говорят, будут расти. Так что я взяла. МТС. По той же системе они продаются. Вот, и они мне уже принесли 22 рубля. Ну, в общем, я же продавала акции, да. Той прибыли уже тут нет. Вот сейчас мой портфель на сегодняшний день 873 рубля в плюсе. Что греет душ, и это приятно. А вообще я поставила себе сейчас цель накопить, ну, с помощью акции 1 миллион рублей, чтобы у меня был на счету, чтобы быть, ну, независимой женщиной. Это не значит, что я ухожу от Саши. Я просто хочу иметь свои деньги, ими распоряжаться, делать ему подарки, сюрпризы. Так у нас как бы общий бюджет в основном его. И когда мне что-то надо, я прошу у него. А я хочу свой капитал, сама принимать решение. Это интересно, я каждый день захожу, проверяю, если что-то выросло, я чувствую себя героем. Я давно не заходила в интернет-магазин одежды. Я в основном сижу в акциях, смотрю, что выросло, что упало, но иногда я не знаю, как поведет себя акция, что купить. И в таких случаях я обращаюсь за советом к профессионалам. Недавно я нашла на YouTube очень классный канал по инвестициям «Деньги делаю деньги». Автором этого канала является опытный предприниматель, инвестор с 20-летним стажем, основатель инвестиционной компании с активами более 80 миллионов долларов Дмитрий Лебедев. Он делится своим опытом, дает советы новичкам и опытным инвесторам. Чтобы сделать свои вложения максимально выгодными и безопасными, нужно хорошо разбираться в рынке инвестиций и быть в курсе событий. И сейчас, кстати, на канале «Деньги делаю деньги» вышла новая новостная рубрика, где Дмитрий рассказывает об актуальных новостях из отрасли инвестиций и экономики. Например, в одном из последних выпусков идет речь о сегодняшнем состоянии фондового рынка, почему эксперты предрекают его крах, почему упали в цене акции Tesla и как можно сейчас не только избежать риски инвестирования, но и заработать на этом. Мнение Дмитрия можно и нужно учитывать, потому что это актуальная, полезная информация, которая уже дала свои денежные плоды. Таким образом, собирая и копя информацию, применяя ее на практике, мы движемся в направлении финансовой свободы и независимости, о чем я уже давно мечтаю. Я знаю, что многие из вас тоже мечтают зарабатывать деньги, жить свободной, интересной жизнью, путешествовать и не ходить на работу. Ссылку на канал «Деньги делает деньги» мы оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, смотрите, изучайте и зарабатывайте деньги. Также вы нас часто спрашиваете, когда уже новоселье, когда мы переедем в новую квартиру. И сейчас мы переместимся в нашу трешечку и покажем, на каком этапе сейчас у нас ремонт. Ваши ребята, мы сейчас приехали на квартиру с нашим дизайнером Настей. Встречаемся. Она нам будет помогать определяться с плиткой. Мы выбираем, как разложить плитку на вход. Продумываем нюансы в ванной комнате, в постирочной, как будет плитка, пороги. Вот смотрите, что у нас сейчас изменилось. Во-первых, стены все уже стали белые. На потолке уже, смотрите, монтировали вот эти магнитные рельсы, шинопроводы. Красиво смотрятся. Настя, расскажи, вот у тебя было в голове одно представление, да, как это все будет выглядеть. И вот сейчас мы видим это молочью. Как ты считаешь? Пока все идет по плану. Настя, реализуйте. Я была в последний раз, когда еще не был собран потолок. Сейчас он уже аж покреван. Все уже почти выведено под чистовую отделку. Мне все очень нравится. Геометрия потолка, конечно, эффектно выглядит. И не прогадали мы со светильником, с выбором светильника. Вот эти отверстия, они под гипсовые устроенные светильники. Ну, то есть там уже сам светильник вмонтирован. По факту вы будете видеть, ну, только саму лампу, которая будет практически заподлицо с плоскостью потолка. Да, интересное решение такое. Мне понравилось. Еще у нас контурная подсветка. И вот, по всему перилу, там тоже будет такой эффектный свет. Может быть, только его включать и смотреть телевизор, мне кажется, будет классно. Да, вы здесь. Да, еще здесь над островом у нас тоже будет. Это как палящий такой прямоугольник над островом. Он как раз повторяет формулу острова, вот это вытянутая. Многие писали в комментариях, то, что без гипса потолки делать это типа вообще фигня. Надо сделать натяжные потолки. Я за гипсокартонные потолки. Это все-таки, мне кажется, показатель качественного ремонта. И не нужно бояться делать такие потолки, если у вас дом, в принципе, прошел усадку. Как минимум, там, трех лет. Но получается просто сделать из натяжного потолка то, что сделали мы, мне кажется? Сложно. Есть технологии, есть специальные профиля, которые используются для получения вот таких ниш подобных. Даже подобные светильники делают с натяжными потолками. Но по стоимости это уходит примерно равноценно гипсокартонному потолку. Это как бы технология, которая тоже стоит денег. Но все-таки, по факту, гипсокартонный потолок, это, ну, тут что-то, можно сказать, монолитное. Все-таки натяжное, это все равно мембрана. Даже если, ну, мне кажется, глазу видно, что это вот пленка. Она как бы дает такой отсвет от окна определенный. Ну, матовая, понятно, мембрана. Но у нее есть все равно такой легкий блин. Ага. А это смотрится как-то дороже. Ну, да. До первого терраса. Еще многие писали, что гипсокартон потрескается просто в первый год. И все будет смотреться ужасно. Как все? Если делать все по технологии со стеклохолстом, с нужными слоями. Если это делают люди с руками и правильными материалами, то все будет хорошо. Ну, и опять же про усадку дома. Ну, Юра, я знаю, там столько слоев наделал всяких. Я думаю, не будет никаких трещин. В первые 10 лет, я думаю, проблем никаких не будет. Даже если они появятся, всегда нужно закрасить. Тупо. Закрасить. Взял, покрасил, все. Проблема финита. С натяжным потолками тоже бывают свои проблемы. Согласитесь там. С углами очень много, да. Мизопа, как-то-нибудь внутренние и внешние углы, да, ты просто нафиг. Притом, что здесь большая площадь. Кстати, тоже натяжной потолок, он же имеет ограничение. По одной из сторон там оси, как-нибудь, или поликон. Ну да, здесь больше 8. Ой, какие 8? 5,5, по-моему. В зависимости от производителя, это даже не факт, что вышло. Здесь даже на такой площадь. И по этой стороне, и по этой стороне. Да, то есть даже натяжной здесь делается в такой... Вместо того, что со спайкой, но это тоже. То есть очень сложно, и не факт, что получится так эффектно, как гипсокартонный потолок. Единственный нюанс, если зато... Что там? Страховка. Надо страховать, да? Только мы где-то молодец, я тоже себе присылал. Ну, кстати, сейчас у нас, сколько я знаю, это не так здорово. Да. Знаете, все. Страховать именно от потопа, от пожара. И молиться, скажи, пожалуйста, соседи. Кстати, у нас соседи уже заехали сверху, мы показывали их ремонт. И они сделали, я знаю там, где у нас гардероб, они сделали там как раз санузел сделали. И именно там мы сделаем натяжной потолок. Еще у нас натяжной потолок будет в постирочной ванной комнате. А везде, в остальных местах, у нас будет гипсокартон. В принципе, можно было сделать гипсокартон, но это так, своего рода перестраховка, потому что все-таки помещение повышенной влажности. Ну да, именно где высокая влажность и где могут затопить, да, это, то есть здесь могут и в ванной комнате, там, и в постирочной, или в гардеробной. Там мы сделали как раз натяжные потолки на тот случай, если вдруг будет протечка, натяжная потолка, и воду может выдержать определенная. И его слить можно там с кислотами. То есть это гораздо проще, чем уже гипсокартон. Но все-таки здесь мы решили сделать так. В общем, смотрите, как сейчас выглядит наша комната. Вот с этого ракурса назад сюда пройди. Вот стены, посмотрите, какие белые, красивые. Я вот, если честно, уже бардак оставил, потому что мне белый цвет вообще нравится. Настя, скажи, вот сюда, какой оттенок против стены мы выберем? Как это будет смотреть? Намного темнее, чем сейчас? Да, конечно, он будет в целом выглядеть более насыщенно. Хотя предполагается, что будут светлые стены. В сравнении вот с этим белоснировым великолепием, они будут, конечно, так, как бы сделаны в комнату уютнее. Соберут все вместе. А оттенок там предполагается у нас, ну, такое, как бы назвать, как кофейный, наверное. Ну, да, и вот, посмотрите, вот, ниша. Получается, нам пришлось потолок немного опустить, чтобы здесь ниша уместил для дверей. И вот, посмотрите, уже сделали потолок из гипсокартона. Здесь у нас гардеробная, малая гардеробная, может так называться. Она тоже такая вся пивоснежная, красивая. Здесь ниши будут полки для сумочек, на задние стенки, вот на этой будет зеркало. И под полками вот как раз провода, подготовленные для подсветки. То есть это все будет красиво так эффектно приковать. Здесь можно будет даже расставить какие-нибудь флакончики, что-то в духе, красиво, часы. Ну да, такое место будет для света. В общем, мы выложили плитку так, как нам нравится, по рисунку. И сейчас Юра отмечает каждую плитку по номеру, по направлению, как я выкладываюсь, чтобы рисунок лежал именно так, как нам нравится. Продолжение следует...